В Орленке в рамках девятой смены прошел третий этап всероссийского фестиваля конкурса «Хрустальные звездочки». Его участниками стали более сотни одаренных детей из семи сотрудников правоохранительных и иных государственных структур со всей страны. Ребята выступили в трех направлениях – вокал, хореография и игра на музыкальных инструментах. За участниками и процессом конкурса наблюдала Любовь Осипова. В Орленок попали все участники, которые прошли региональные и зональные этапы конкурса. Дальше – финал в Москве. Каждый юный артист ответственно подходит к участию в фестивале, но цели у всех разные. Елизавета Силаева на «Хрустальных звездочках» уже пятый раз, но в Орленок попала впервые. В своем танце на тему войны она выступает в роли ангела. Я жду каких-то положительных ярких эмоций. И, ну, конечно, всем хочется победить, но в большинстве я хочу подружиться с новыми ребятами, посмотреть на других, как они танцуют. Мне очень это интересно. Павел Ломанов в конкурсе участвует почти каждый год. В Орленке – второй раз. Он танцует в стиле степ. На мастер-классе от опытных специалистов Павла видно сразу. Он первым поднимает руку, чтобы пойти на сцену для разбора ошибок. Говорит, что важнее всего для него сейчас самопродвижение. Я узнал, что туда едут такие лагеря, как «Горленок», «Артек». Мне стало очень интересно. Я сначала поехал в «Артек», там очень понравилось. Я решил, что я буду дальше. Я поеду до Москвы, потому что, ну, когда я не прошел, я расстроился. Я сказал себе, я пройду. Я пройду в Москву. Перед конкурсными прослушиваниями председатель жюри проводит для ребят всех направлений мастер-классы. А теперь скинь голову с другим движением. Так Павлу Ломанову рекомендации по сценическому мастерству дают режиссер и актриса Марина Веденеева. Нельзя человека расчленить на голова отдельно, ноги отдельно, руки отдельно. Если ты танцор, так что, у тебя только ноги и руки должны работать. Если ты вокалист, у тебя только рот открывается. Но это когда-то по-другому называется. Артист – это все-таки гармоничный настоящий артист. Это гармоничная личность. Поэтому как можно, например, танцевать, если ты не понимаешь, о чем ты танцуешь? А с вокалистами и музыкантами работает композитор Евгений Кобылянский. Вместе с ним ребята исправляют свои недочеты и готовятся к выходу на большую сцену. Естественно, волнение будет, и это не отменяет требовательности жюри. Поэтому сейчас я выступаю не в роли председателя жюри и строгого судья, а сейчас я выступаю в роли наставника, который максимум полезного должен сделать в кратчайшие временные рамки. Айлана Дулахинова приехала из Калмыкии. Она занимается музыкой всего три года. Играет на народном инструменте – калмыцкой дамбре. На конкурсе выступает с песней о девушке-калмычке. Я хочу порославить свою Калмыкию, республику, потому что даже не все знают о нашей республике, о нашем городе вообще. И задают часто вопросы – а ты из Китая? Ты китаянка? Неделя конкурсных прослушиваний завершается гала-концертом и подведением итогов. Шесть победителей в каждой номинации отправятся в Москву на финал конкурса. Кроме финалистов, жюри отметили и Софью Гаврилову. В качестве награды ей предложили выступить на итоговом концерте фестиваля в Москве вне конкурса. Это незабываемые эмоции. На самом деле я очень счастлива, очень рада. Огромное всем спасибо. Надеюсь, что концерт пройдет на ура. Я очень сильно постараюсь, очень сильно всех удивлю. На этом фестиваль не заканчивается. Юных артистов ждет участие в концерте в честь Дня российского флага в Орленке, а также мастер-классы по специальности, созданию костюма, актерскому и сценарному мастерству. Любовь Осипова, Алексей Кузьмин, Елизавета Козлова, телеканал Орленок ТВ.